Полонез, фигурный и классический вальс. Полторы тысячи воспитанников кадетских образовательных учреждений стали участниками второго международного кремлевского кадетского бала. Курсанты съехались на праздник со всей России, а также из стран СНГ и дальнего зарубежья. Масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, призвано возродить имперскую традицию чествовать не только героев прошлого времени, но и настоящего. Кавалеры кружатся в танце с дамами. Погоны, строгая форма и платье в пол. Под звук оркестра полторы тысячи курсантов вернули гостиному двору тот самый неповторимый дух Российской империи. Хозяин бала, герой Советского Союза Николай Антошкин, как и полагается, встречал гостей пламенными речами. На вас вся наша надежда. Мы вам передаем эстетику вашей руки. Его должны достойно дальше принести. Первый кадетский корпус в Российской империи был основан в 18 веке. Именно тогда в нашей стране начали зарождаться подобные мероприятия. На празднике 2017-м все в лучших традициях того времени. Элита государства, политические деятели, герои Советского Союза и России. Лучшие курсанты не только вальсировали, но и установили новый мировой рекорд. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали, что на паркете одновременно находились более 600 бальных пар. Второй международный кремлевский кадетский бал состоялся в самом центре столицы, возле Красной площади. Гостиный двор будто перенесся на пару столетий назад. В вальсе закружились кадеты со всей страны. Никто не стесняется, движения оточены и вообще создается такое впечатление, что в таком празднике они участвуют далеко не впервые. В гостиный двор участники приехали из 42 субъектов Российской Федерации. Крыма, Мордовии, Мурманска, Калининградской области и других регионов. А также страны СНГ и ближнего зарубежья. Все они воспитанники кадетских корпусов, школ, детских домов и интернатов. Когда танцуешь с партнером, чувствуешь себя как будто девушкой. Как будто стержень появляется внутрь, неграция, осанка. Танцы это вообще очень прекрасная вещь, особенно для парня. Любой мужчина должен уметь танцевать. А эти горцы танцуют не только лесгинку, но и уже освоили вальс. Курсанты из Ингушского горского кадетского корпуса. Обучились классике всего за два месяца. Для меня это большая честь при участии в этом мероприятии. Я многих людей узнал, подружился с лекторами. Я хотел увидеть все герои в России, герои Советского Союза. В кадетских школах танцевальное мастерство – один из обязательных предметов. Именно поэтому ребята всегда готовы заскользить по паркету и дать мастер-класс. Марафон бала был расписан по минутам. Всего курсанты исполнили несколько десятков танцев. Один за одним сменялись стили, виды и в том числе партнеры. На самом деле, во-первых, это интересно, потому что ты никогда не знаешь, кто за твоей спиной окажется. То есть я могу повернуться, и там будет абсолютно незнакомый мне человек. Очень сильно передается атмосфера именно балов, особенно международных, вот именно таких балов. Потому что действительно все как в 19 веке. Григорий и Полина – опытные исполнители классического танца. В составе Люберецкой делегации на международный Кремлевский кадетский бал приехали во второй раз. Всего из нашей кадетской школы в праздники поучаствовали 20 наиболее талантливых курсантов. Дети, естественно, готовятся к этим кадетским балам. Проходят у них тренировки и в школе. Ну, представьте, 20 танцев заполнили. Прежде всего, они общаются с другими кадетскими корпусами и школами. То есть у них обмен опытом идет, обмен какими-то эмоциями. Кремлевский бал в центре столицы – бесспорно уникальное событие, которое запомнится каждому из участников. И хотелось бы, чтобы подобных мероприятий у них стало больше. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.